Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог» Московской области. В этом году исполняется 90 лет, и сегодняшнюю встречу с нашими гостями мы посвящаем именно этому событию. Давно ли вы были в театре? А в театре кукол? Каким бы ни был ваш ответ, театра в нашей жизни много не бывает, поэтому с ним имеет смысл соприкасаться как можно чаще. И вот именно театр кукол, театр кукол «Радуга» сегодня у нас в гостях, и я с удовольствием представляю вам его замечательных актеров и директора. Итак, директор Алексей Комаров. Здравствуйте, Алексей! А также сегодня у нас в гостях актриса-кукловод Ирина Трегубова. Ирина, здравствуйте! И актриса-кукловод Алена Ракова. Алена, здравствуйте! И у нас еще, конечно, есть пару загадочных персонажей, но мы с ними познакомимся чуть позже. Друзья, большое спасибо, что вы все вот такой большой компанией пришли сегодня к нам. Большое спасибо, что ты, Василий! Ну хорошо, Алексей, давайте все-таки вот первый вопрос я задам все-таки вам. Как сегодня, в принципе, живется театр кукол? Ну, на данный момент театру, конечно, сложно, потому что у нас очень, так сказать, забитый график. У нас заключены контракты на платные гастроли, мы выступаем на различных фестивалях, параллельно у нас идет своя программа, свой сезон. То есть очень много, постоянно репетиции, много работы. И вы при этом говорите очень плохо, но это же замечательно, когда столько работы, ну правда. Да, я не спорю, это замечательно, но все равно, когда, допустим, уходишь домой и смотришь, когда актеры еще работают, жалко становится. Жалко становится. Скажите, пожалуйста, а какие гастроли у вас, вот какая география гастролей у вас запланирована? Сейчас у нас заключен контракт, мы выступаем по городам Московской области. Мы выступили уже в городе Истара, в городе Реутов, на октябрь у нас назначены город Воскресенск и город Долгопрудный. Вот. Ну и параллельно, конечно же, мы выступаем на всех мероприятиях городского округа Люберца. Вот. Поставили буквально две недели назад премьеру нового спектакля «Колобок». Вот. И сейчас, так как в сентябре начался театральный сезон, мы сейчас подаем заявки на всевозможные зарубежные, всероссийские фестивали уже на следующий год. Вот, кстати, интересно, по поводу фестивальной, конкурсной работы, насколько она у вас насыщена? Как часто вы принимаете участие именно вот? Ну, допустим, если взять этот год, в этом году мы выступили на первом пушкинском фестивале-конкурсе среди всех муниципальных театров Московской области. Всех театров? Не театров, а кукол, да? Абсолютно всех театров. Причем выступили очень успешно. Мы выиграли в номинации «Лучшая женская роль». Рекрасно. И как же имя этой акции? Екатерина Пургина. Да, и причем мы выступили не с куклами, а показали драматический сценку из Евгения Онегина. То есть актеры, они настолько универсальны, что могут и не только куклы, но и могут драму показать. Смотрите, ну вот вы ездите на те или иные конкурсы, фестивали, встречаетесь со своими конкурентами. Вот вы себя как на их фоне вообще оцениваете, если честно? Я всегда актерам своим говорю то, что я в них не сомневаюсь, и они все лучше всех. Конечно, стоя за кулисами, я очень сильно переживаю за них, но я в каждом из них уверен. А по какому принципу вы себе в театр набираете актеров? Ну, тут, конечно, лучше вопрос задать главному режиссеру. Все-таки это ее рабочие моменты. Ну, а проходит прослушивание, мы смотрим, на что способен актер. То есть это и танец, и голос, и работа с куклами, и речь. Ну, то есть вчерашних выпускников вы сразу к себе можете брать, выпускников тихо-линых возрастов. Конечно. Сейчас я хотела бы перейти все-таки уже непосредственно к вам, уважаемая актрисы, кукловоды. И тем более у вас в руках такие интересные персонажи. Вот, пожалуйста. Кукла. Я допустила. Это важно. Я допустила. Вот я специально здесь допустила эту ошибку. Да. Потому что, действительно, это не просто игрушки, а это куклы, и здесь есть... И они живые. Конечно, и они живые. Солнышко! Репка! Не растет? Ой, что это? Ура! Растет! Ой, опять не растет. Ну, пожалуйста, зарасти, репка. Я тебя очень прошу. Что же делать? А? Колодец. Дождик лей! Дождик лей! На меня и на людей. Дождик, дождик поливай. Будет славный урожай. Надену на ножки Красные сапушки. Побегу к колодцу. По крутой дорожке. Вот. Ну, красота. Так, и что здесь у вас, Алена? У меня жучка, которая охраняет репку от кротов. И поэтому она им поет песенку. Кто крадется к нашей репке? Стой! Я найду тебя, воришка, даже под землей. Но сам чую, берегись, лучше убегай. Я тебя предупреждаю, поднимаю лай. Аф, 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 ррррр. Убегай, а то поймаю, острым зубом покусаю. Убегай, убегай, всем воришкам передай. Пока репка подрастает, жучка репку охраняет. Вырастет репка и сладкий, и крепкий, большой, прибольшой. И все равно ты добрый зверь, как бы ты здесь нас не пугал. Прекрасно, спасибо большое вам обеим. Расскажите, пожалуйста, как были созданы вот эти вот персонажи. Я так понимаю, что сейчас это были сцены из спектакля про репку, правильно? И вот расскажите, пожалуйста, о самих персонажах. О самих персонажах. Ну, во-первых, у нас была режиссер из Петербурга, Светлана, очень славная приезжала, которая ставила этот спектакль. Вот, кукол привезла, вот мы их увидели. Нужно было увидеть, полюбить, самый замечательный характер создать. Там есть и бабушка, и дедушка, есть и внучка, и жучка. Есть шикарный кот, есть чудесная мышка, и даже репка почти живая. Смотрите, получается, что этих кукол создавали не у вас в театре, да? Вам уже привезли их. Нет, их создавал художник, который знаком с этим спектаклем, знаком с режиссером, который ставил у нас в театре. Хорошо, вот вам привезли кукол, и как же подбираются актеры под ту или иную именно куклу? Наверное, здесь же не только вот персонаж, там вот у него та или иная роль, а здесь кукла, да? Как она выглядит внешне. Конечно. Это же тоже имеет значение для актера. Обязательно. Когда увидел куклу, уже понимаешь, как можно сыграть. У нее характер сразу. Смотрите, какая она смешная. Взбалмошная девчонка. А-а-а! Вот такая вот! Да? Она чудная, да. Вот. Бабушка совсем другая. Там она, допустим, суеверная такая, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, с чучелом там и все прочее. Тогда как вот, Алена, вы выбрали для себя жучку? Вот скажите, вы такая вся очаровательная молодая девушка, и у вас собака, которая еще к тому же пугает всех. Так в том-то и дело. Она не пугает, она охранник, и поэтому мы с ней очень похожи. Своих лоббинок не даем. Какие-то еще роли в этом спектакле у вас есть? Вот куклы, с которыми вы работаете. Да, у меня есть совершенно сумасшедшая ворона, которая каркает. Это самый комичный момент в спектакле. Все детки всегда смеются. И родители тоже. Она там такая шебутная. Слушайте, а вообще у актеров-кукловодов, у них есть вот свое амплуа, как у драматических актеров? Вы знаете... Или здесь такой все-таки градации нет? Совершенно неожиданно иногда бывает, что ты понимаешь, что вот эту роль я смогу сыграть. А иногда думаешь, что сможешь, а вовсе-то и нет. Да вы что? Такое бывает тоже. С вами такое было, Ирина? Ну, да, поначалу я очень как бы... Вот та же самая репка. Да. Мне дали роль там куклы. Я, честно говоря, взялась сразу за эту роль и уже как бы успокоилась. А потом мне режиссер предложила вести спектакль весь. Ну, то есть вот сказительница-бабушка, которая... Да, сказительница. Да что? Да я никогда в жизни этого не смогу сделать. Ну, как ни странно, я настолько уже в нее вжилась, в эту бабушку, и я ее люблю, эту роль. Потому что выходишь прямо к детям близко-близко, видишь их глаза, видишь, как они реагируют. Бабушка должна быть очень добрая, очень заводная, в таком народном, хорошем стиле. Мне очень нравится эта роль. Как ни странно, вот я не ожидала, что она у меня получится. А вот вы говорите, дети как-то реагируют. Какая была самая, может быть, ну не то, что неожиданная, но действительно смешная реакция детей на кукол, либо на вас, как на актеров, когда вы вот работаете с куклой? Как дети-то сами реагируют? Ой, ну что вы, во-первых, это очень благодарная публика, это я могу сказать точно. Потому что если удается забавный момент, смешной или грустный, дети либо очень сильно переживают, они кричат, помоги, помогают изо всех сил, либо хохочут настолько от души, что просто чудесно. Вот этим заряжаемся. Они разделяют, где актер, где кукла, вообще вот они видят эту границу. Они понимают, что кукла это живет. Пока идет спектакль, они вас не видят. Они нас не видят, они верят в сказку. Ну, потому что вы спрятаны где-то за ширмой, или все-таки, ну... За ширмой, конечно. Вы спрятаны за ширмой, они нас не видят. Поэтому они думают, что куколки все живые. Да, совершенно верно. Вот тут я вышла, сказительница, и сказала, вот вышла, копаю огород там, вынимаю сорняки. Я не вижу публику, они наблюдают пока за мной. Увидела, вот сразу увидела всю публику. Ух ты! Да я сегодня гостями богата! И большими, и маленькими. И сразу дети откликаются, им говорят, тоже кричат, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, люди добрые, здравствуйте, а у меня вот сегодня было то-то, начинают рассказывать, тут тоже поизграют. Спасибо большое, Ирина. Друзья, мы сейчас прервемся на рекламу, а потом вернемся еще, продолжим этот увлекательный разговор. Оставайтесь с ЛРТ, пауза будет недолгой. Это программа «Открытый диалог», мы продолжаем, и напоминаю, что сегодня у нас в гостях театр «Кукол Радуга». Директор этого театра Алексей Комаров, актриса-кукловод Алена Ракова и актриса-кукловод Ирина Трегупова. Ну что ж, я хочу опять же обратиться к вам, уважаемые актрисы. Вы знаете, когда я наблюдаю периодически, я в свои студенческие годы тоже сталкивалась с актерами-кукловодами, я не понимала, почему эти люди идут в эту профессию, и до сих пор не понимаю. Но давайте будем честными, актеры – это люди, которые жаждут славы, быть на первом плане, но в то же время актер-кукловод на втором плане. На первом плане вот именно кукла. И если я побываю на кукольном спектакле, я запомню куклу. Я не запомню актрису или актера. Вам каково? Вы не хотите славы? Вот самое интересное, что нет. Совсем. Вот если слава от этой куклы пришла, этой кукле слава. Вот это то, что надо. Я же говорю, что реакция зрителя на куклу – это твоя победа. Да, это точно. Алена, что вы на это скажете? У меня вообще ситуация совсем другая, потому что я в детстве не поиграла в куклы, и поэтому у меня особая сейчас любовь к этому. Да вы что? То есть я доигрываю и... Хорошо, этот же процесс доигрывания, он когда-то закончится. Получается, что вы еще находитесь в каком-то детском... Нет, у меня только начало, наоборот. Вы знаете, никогда не закончится. Я тоже играю еще до сих пор. Оживить куклу, сделать она живой, ее живой – это огромный труд, это большая работа. На самом деле, да. Сделать так, чтобы она действительно была живая. Ну вот какая у вас большая работа внутренняя происходит, когда вы пытаетесь оживить куклу? Вот вам дали куклу. Что у вас... С чего вы начинаете? Как актеры? Или нам знакомство с куклой? Конечно, вот она. Ее нужно полюбить. Нас учили так, даже взять, подержать на ручку. Пусть она тебя пока не видит. Как малыша. Как малыша покачает, чтобы стал твоим. А потом медленно начинает оживать она. Она тебя увидела. Я ее увидела. Привет. И вот тут вот уже начинается общение. Вот тут вот мы смотрим друг на друга, знакомимся. Вы сами придумываете какую-то ей историю, да? Или вообще вот... Можно придумать историю. Вот когда просто знакомишься с куклой, это именно так и происходит. Потому что по сценарию уже совсем там по-другому. Хорошо. Как вы познакомились вот с этой куклой? Ну, надо сказать, что эта кукла не моя, а другой актрисы. Но сегодня вы с ней очень органичные. Но сегодня я с ней знакомлюсь. Да, сегодня. Ну, мы, конечно, всех кукол попробовали. Каждый из нас. Уже каждый, да? Потому что на самом деле актер должен уметь перевоплощаться в любую другую куклу. Это точно. Потому что, ну, вот так вот. Заболел человек. Ну да, и нужно... Нужно за него выйти. Нужно сыграть. Конечно. И вот так вот мы друг друга выручаем. Приходится менять голос. Всё. Как надо. Кстати, вот это изменение голоса. Когда вам... Когда вы поняли, что вот получается? Ну, с детства как бы у меня получалось вот это вот обезьянниче. Я могла сымитировать голос этого человека. Или там ворона, или какой-то там собачки. Или стать девочкой, или стать бабушкой. Даже могу стать лешим, или бабъекой. Вот. Ну, не у всех это получается. Да. Но все безумно у нас... У нас дети все талантливые. Правда, Лёша? Я всё-таки говорил. На самом деле, у нас действительно замечательная команда, которая... С удовольствием работаем мы. А вообще, прекрасная команда. Это, конечно, всё хорошо звучит. Но я всё равно вам вот уже во второй раз не поверю. Как про Славу я не совсем поверила. А также не верю в то, что в театре кукол нет конкуренции. Ну, вот как-то у нас нет конкуренции. Ну, потому что у нас коллектив, мы семья. У нас совсем нет такого. Такого нигде нет, я думаю. Во-первых, у нас молодой коллектив вот в данный момент вот сейчас. Ну, начнём с того, что у нас ещё не такой большой театр. Да, конечно. Тем более. И у нас практически в каждом спектакле все задействованы. Все. У нас нету так, чтобы кто-то не играл в спектакль. Все работают. Вот, да. Некогда завидовать и некогда конкурировать, да? Некогда, да. Абсолютно. Скажите, Алексей, а вообще с чего начинается вот для вас, как для директора, кукольный спектакль? Ну, в первую очередь, это документы. Так, хорошо. Это заключение контрактов, это приглашение режиссёров, художников, композиторов. То есть вы со стороны приглашаете режиссёров, правильно? Конечно. Нет, у нас есть свой главный режиссёр в театре. Но наш театр входит в государственную программу «Подмосковье. Культура Подмосковья». И нам выделяются федеральные средства на обстановку спектаклей. За эти средства мы приглашаем режиссёров, приглашаем художников, чтобы поставили нам спектакли. Вот, допустим, «Репка» был приглашённый режиссёр Санкт-Петербурга. Да, как мы уже. Да, вот. А две недели назад у нас была премьера спектакля «Колобок», тоже приглашённый был режиссёр с Москвы. Вот. И также у нас ещё в октябре будет новый спектакль «Алиса в стране чудес». Тоже мы приглашаем. Естественно, наш главный режиссёр в течение сезона ставит свои спектакли. То есть у нас круглый год что-то ставится, новые премьеры происходят. И в течение года сколько у вас премьер, например, может выходить? Две-три. Две-три премьеры. А у вас коллектив актёрский, вот состав, там сколько человек? Восемь человек. Восемь человек. Ну вы потрясающие просто. Соотношение мужчин и женщин? Ну, женщин побольше. Женщин побольше. И они берут на себя какие-то мужские, наверное, тоже роли, да? Всё бывает, конечно. Сейчас мы стараемся делать такие спектакли, чтобы задействовано было 2-3 актёра. Чтобы у нас была возможность и делать параллельно, вести свой сезон в театре и делать выездные спектакли. Мы всех наших зрителей приглашаем в наш театр на новые спектакли. Спектакли «Колобок», спектакли «Репка». В ближайший месяц у нас будет постановка нового спектакля «Алиса в стране чудес». Также у нас проводятся мастер-классы для детей. Запланирован на... уже со следующего года мы откроем театральную студию. У вас будет театральная студия даже? Да, у нас будет театральная студия. Под неё мы уже приобрели дорогостоящие оборудования. А что там будут за занятия проходить? Почему дорогостоящие оборудования? Там будут проходить занятия как по пластике, как по речи, кукловождение. То есть на каких условиях туда можно попасть? То есть до ребёнка, получается, школьник может прийти, да? От 6 лет. От 6 лет? От 6 лет. Это будет платная история? Да, это будет платная история. Это будет целый курс. Дети, группа там будут ставить свои спектакли. Мы будем их вывозить на всевозможные детские фестивали, чтобы они показывали. А кто будет преподавать? Наши актёры. Наши актёры, скажем так, ваши актёры. Я себя тоже к этому уже начинаю причислять. И кто-то ещё сторонний, возможно, будет приезжать? Возможно. Вот те же самые режиссёры, которые будут нам ставить спектакли, они тоже будут давать мастер-классы. Скажите, а вот ваш репертуар, он насколько интересен, например, и взрослым, и детям? Вот, чтобы здесь и взрослая тоже мамочка пришла и окунулась, ну, пусть не в детство, но что-то своё тоже в этом нашёл. Ну, по репертуару у нас, конечно, большая часть это детские. Рассчитано всё-таки на детские. Да, но последний вот спектакль «Колобок», он настолько вот интересный, там даже взрослые могут для себя что-то новое узнать. Потому что он, как бы, в себе несёт ещё обучение. Там актёры рассказывают, допустим, про, как бы ни странно это звучало, про космос. Да вы что? Как интересно. На самом деле очень интересный спектакль, он очень длительный, конечно, там… Сколько он длится по времени? Час 15 он идёт по времени. Без перерыва, да? Без перерыва, да. Но он, в свою очередь, он и интерактивный, то есть и дети там в нём участвуют, принимают участие, и он обучающий. Актёры рассказывают и про звёзды, и про космос. Очень интересно. И когда у нас состоялась премьера, ну, мы делали опрос у зрителей, когда выходили, даже взрослые мамы, они говорят, я для себя узнал первый раз об этом. Вот так вот. Да. То есть очень интересно. Вы просвещаете, действительно просвещаете. А сколько в зале у вас помещается зрителей? 50 человек. 50 человек, то есть, в принципе, такой достаточно камерный, камерная получается обстановка, да, и каждому можно уделить внимание, правильно? Актёрам каково это, работать на 50 человек? Хорошо. Хорошо? А может быть легче, наоборот, работать на большую аудиторию, когда глаза далеко? Нет. Нет? Гораздо теплее и душевнее получается в небольшом помещении. Ну, может быть, хорошо бы чуть-чуть побольше, да, Алексей? Но вообще вот вполне прекрасное ощущение, когда 50 человек, не больше. Алена, а вам как? Я тоже так считаю. У нас такая домашняя, уютная обстановка. И деткам и родителям они сами говорят о том, что как же у вас уютно. Да. Именно 100 человек, это... Во-первых, у нас сказочная домушка, у нас же деревянный домик. Да, да, да. Вот, поэтому приходите обязательно, чтобы всё это прочувствовать. Конечно. А хочется больше, вот актёры говорят, есть такая перспектива, Алексей, что будет побольше всё-таки зрителей? Перспектива есть. Перспектива есть. Насколько она долгоиграющая? Ну, скажем так, когда она себя воплотит? Ну, возможно, в ближайший год-два. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Наверное, будет увеличиваться и число актёров, и спектаклей. То есть у вас какое-то расширение вообще ожидается? Ну, расширение у нас происходит, в принципе, постоянно. Всегда расширяется. Это что касается репертуара. Как бы у нас спектакли ставятся, мы не останавливаемся на этом. Что касается здания, да, у нас, конечно, проблема номер один. Мы прилагаем все усилия для этого, и я надеюсь, что в ближайшие год-два мы всё-таки расширим зрительский зал. Ну и, конечно, я думаю, при расширении зрительского зала нам получится и расширить наше штатное расписание. А сколько стоит у вас билет в театр? Билет стоит 400 рублей. 400 рублей, независимо от того, взрослый ребёнок, да? До трёх лет нам бесплатно. До трёх лет бесплатно, но мама сажает ребёнка на коленке, да? Нет, не сажает. А, рядышком предоставляется место, получается, ребёнку. Ой, слушайте, это очень удобно, конечно, для родителя. Прекрасно. И, если очень коротко, что самого грандиозного произошло у вас вот за эти вот месяцы нынешнего года? Ну, если вкратце, это премьера нового спектакля «Клобок». Это очень успешное выступление на Пушкинском фестивале, где мы выиграли в номинации. Это успешное выступление на Всероссийском фестивале гостеприимства в Москве в июне. Вот. Что ещё? Всех побед и не упомнишь? Да. Сложно? Да. Ну, и, конечно, это проведение нашего фестиваля. Вашего фестиваля, который вот по осени он и, в общем-то, стартует. Ну, хорошо. Большое спасибо, друзья. Это был театр «Кукол Радуга». Большое спасибо, что были с нами. Всего доброго. Оставайтесь с ЛРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова